Впереди Владивосток ждут насыщенные выходные, а мы начнем с самых интересных культурных событий в пятницу. 12 февраля Дальневосточный Федеральный Университет приглашает всех на фестиваль графического дизайна. Главным событием станет выставка швейцарского плаката из Люцерна. Торжественное открытие пройдет в 16.00 в корпусе А. Само мероприятие рассчитано на три дня и завершится только 14 февраля. Также в пятницу у всех ценителей театрального и оперного искусства есть возможность ходить на спектакль «Евгений Онегин». Сыграют его артисты приморской сцены Мариинского театра. Приобщиться к прекрасному в этот же день можно и вместе с поэтами. Вечером в пятницу состоится встреча участников проекта «Чтиво». Все желающие смогут и почитать стихотворения, и просто их послушать. В субботу интересно будет в городских библиотеках, особенно детям. Например, в библиотеке номер 17 пройдет мастер-класс «Валентинки» в библиотеке-салоне имени Пушкина уроки китайского языка. Но это все днем. А вечером там же на Светландской 55 пройдет мероприятие с возрастным цензом. Для всех, кому уже есть 18, состоится заседание клуба любителей фантастики с 6 до 8 вечера. И вернемся к театральной жизни города. Премьеры сразу на двух площадках. Новой постановкой по маленьким трагедиям Пушкина порадует драматический театр молодежи. Как объясняет режиссер Марк Букин, спектакль разрушает привычные стереотипы и снимает пыль с имени великого русского классика. Театр Андрея Нартова представит маленькому зрителю первую на Дальнем Востоке постановку знаменитого во всех городах России детского спектакля «Ох уж этот царь горох». Это и любимый и истинно русский персонажей более 70 красочных костюмов. Премьера состоится на сцене ДКЖД 13 февраля в 12.00. Для всей семьи готовят интересные мастер-классы Музея Арсеньева. Первое занятие пройдет уже в эту субботу в главном корпусе «История моей семьи». Так называется мастер-класс, где родители вместе с детьми смогут сделать иллюстрированную книжку главными героями которой, станут они сами в ход свободный по предварительной записи. Также бесплатно посетить 13-го, а также и 14-го февраля можно и выставку собак. Оценивать грацию, красоту и поведение четвероногих друзей будут судьи из России, Польши и Великобритании. Участвовать в соревнованиях в эти выходные смогут не только породистые собаки, но и дети, спортсмены, домохозяйки и люди любой профессии. Большой забег в поддержку первого международного ледового полумарафона «Владивосток Айс Ран» пройдет 13-го февраля. Старт в 9 утра от центральной площади до авангарда и обратно. А 14-го февраля особенные праздничные программы практически в каждом заведении города. В 12 дня Приморская картинная галерея приглашает на место встречи влюбленных. Это экскурсия по выставке французской графики, мастер-класс известного приморского художника и обязательно концерт музыкантов. Праздник «Лавкоток» пройдет 14-го февраля на льду Фетисов-Арены. В этот день катание на коньках может стать только поводом, чтобы признаться в любви. Кроме того, у всех влюбленных будет возможность устроить прямо на льду церемонию бракосочетания. А для тех, кому слов бывает недостаточно и чтобы услышать и понять друг друга, нужно помолчать, актеры театра ТОВ покажут мим-спектакль «Стрелочник». Зрители увидят историю жизни клоунов. Гостей ждут зажигательные танцы, остроумные репризы, море музыки и смеха. Спектакль про отношения, семью и любовь покажут в театре имени Максима Горького. Зрителю предлагается новое прочтение самой популярной пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Увлекательные занятия для детей, мастер-классы уже по традиции. Воскресенье проходят в городских библиотеках. В библиотеке номер 13 различные мероприятия начнутся в 12 дня и будут идти до 16.00. А для тех, кто не успеет в выходные дни окунуться в культурные события города, в понедельник всех жителей Владивостока ждет уникальный спектакль в доме путешественника Арсеньева «Ожог от лепестка». Это драма о судьбе Маргариты Арсеньевой второй жены Владимира Клавдевича. В спектакле принимают участие актеры разных поколений и театров. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города. Приятных вам выходных и до встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok